Здравствуйте! Это программа в Центре Событий, в студии Снежана Журавлёва. Депутаты Сургутской Думы приняли бюджет на 2018-й. Как выглядит главный финансовый документ города? Нужно больше изучать традиции и культуру. В Центральной библиотеке подвели итоги этнографического диктанта. И ренессанс отечественного автокросса. Масштабные гонки на льду прошли в Ленторе. Дума Сургута на 14-м заседании приняла параметры бюджета города на 2018-й год. В целом, проект финансового документа не претерпел значительных изменений. Доходная часть местной казны составит 21 миллиард 826 миллионов рублей. Расходная часть будет больше, на 900 миллионов. Планируется, что дефицит бюджета покроют за счет продажи муниципальных активов и привлечения кредитных средств. Заем администрация возьмет исключительно под инвестпроекты. Например, уже в январе Сургут выкупит здание детского технопарка Кванториума за 150 миллионов рублей. Соответствующий кредит на конкурсной основе муниципальная власть в декабре уже взяла. Жители поселка Локосово Сургутского района обратились в нашу редакцию. Они рассказали журналистам, что их выселили из домов, как они считают, необоснованно. И сейчас найти место жительства – исключительно головная боль каждого. Как на такие обвинения реагирует администрация поселка, расскажет Наталья Степанова. Пять лет назад Владимир Барана оказался, как сейчас принято говорить, в сложной жизненной ситуации. Как утверждает Владимир Владимирович, его насильно, без всяческих разбирательств, выгнали из собственного дома, где он прожил не один десяток лет, и аннулировали прописку. Я там и жил. Она приехала, два часа мне дала. Говорит, вот тебе два часа, и давай через два часа приедем, чтобы тебя не было. Вот что я успел утащить, то вот что вытащил. А на каком основании? Да чёрт я знаю. Ветхое жильё ей надо было завалить. Она не только мой дом завалила. Как вроде выгнали нас, и всё. Пыли мы, и нас нет. Вычеркнули, и всё. Теперь на месте бывшего дома Бараны пустырь. Хотя таких зданий, подобных в посёлке, немало. Сам Владимир Владимирович теперь живёт в полуразвалившемся доме рядом. Безработному пенсионеру с травмой руки, который проработал в местном совходе более 30 лет, пытались помочь местные общественники. Они пытались выяснить, есть ли у мужчины возможность получить хоть какое-то жильё у главы сельского поселения Натальи Нурмашевой. Я пришла просто поинтересоваться, как, что, может, справки надо какие-то, может, что-то надо, ну, туда. Она мне сказала, что ты за него беспокоишься. Я бы за него не беспокоилась. Займись своими делами. Это было перед майскими праздниками у нас. И она выразилась так. Вообще, говорит, вот такой, как барана, и такие. Они для меня биологическим мусором являются. Что уже больше неохота была ничего верить и не отговорить. Критическая ситуация с жильём сложилась и у Марины Горош. В 90-х женщина приехала в Локосово. Ей выделили эту половину уже покосившегося дома. Теперь в этом помещении жить невозможно. Ветерану боевых действий зарплатой 4 тысячи рублей разрешили занять квартиру переезжавшие односельчане. За неё женщина отдаёт всю свою зарплату уборщице и живёт на ветеранскую пенсию в 2 800. Несколько лет назад Марина хотела встать в очередь на получение жилья. Как утверждает женщина, глава поселения сообщила ей, что очереди уже не существует. И эту разрушенную комнату ей оформили как манёвренный фонд для временного проживания. Сделали мне манёвренный фонд, а в этом году они мне отказали в продлении манёвренного фонда. И получилось на основании, что нет никаких оснований. За комментариями по этим проблемам мы обратились к главе сельского поселения Локосово Наталье Нурмашевой. Всё оказалось не так просто. Как рассказала Наталья Вячеславовна, Владимир Баранас занимал помещение незаконно, причём вёл асоциальный образ жизни. И так как прежнее жильё было признано администрацией Сургутского района Ветхим и шло под снос, то суд принял решение признать Барану утратившим право собственности. Как мы не старались каким-то образом что-то ему оформить, но когда человек сам этого не хочет, очень сложно ему помочь. Человек, конечно же, должен был сам прежде всего заинтересоваться в том, где он будет жить, как он будет жить и своей дальнейшей судьбой. Человек трудоспособного возраста. То есть надо работать и думать о том, на основании чего ты проживаешь в жилом помещении. В обоих случаях вопрос, где будут жить пенсионеры, остаётся открытым. Найдут ли администрации и локосовцы общий язык, неизвестно. Наталья Степанова, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Потребность есть, а денег нет. Сургутские власти обсудили варианты строительства музыкальной школы в 25 микрорайоне. В этой части города ощущается серьёзная нехватка объектов дополнительного образования. Однако пока непонятно, где Сургут найдёт финансирование на этот проект. Уже подготовлена вся необходимая для возведения документация. Предварительная стоимость здания превышает 600 миллионов рублей. Власти Югры не поддержали наш муниципалитет и не включили проект школы искусств в соответствующую региональную программу. Депутаты местной думы посоветовали чиновникам рассмотреть вариант концессионного соглашения с бизнес-структурами. Возможно, именно инвесторы помогут Сургуту построить объект культуры. Изметная стоимость в соответствии с проектом составила 619 миллионов 910 тысяч рублей. То есть окружная экспертиза подтвердила эту стоимость. К сожалению, на неоднократное обращение в адрес окружного правительства с просьбой включить данный объект, строительство данного объекта в соответствующую государственную программу развития культуры и туризма в Ханты-Марсийском автономном округе на 2014-2020 годы. К сожалению, дважды в течение лета получены практически одинаковые ответы. Первый блин комом в Центральной городской библиотеке озвучили итоги этнодиктанта. Сургут к этой всероссийской акции присоединился впервые. В нашем муниципалитете вызвались проверить себя 50 человек. Среди них школьники старших классов, студенты Сургутского профессионального колледжа и взрослые. Всем им предстояло ответить на 30 вопросов. 20 из них на знания истории, культуры и традиции народов, проживающих в России. Остальные 10 пунктов на осведомленность о жизни в собственном регионе. Максимальные 30 баллов не набрал никто. Самая высокая оценка в Сургуте – 23. У кого она, организаторы не признались. Есть к чему стремиться, есть куда расти. В библиотеке у нас хороший фонд по этнографии, поэтому мы приглашаем всех участников читать, повышать свои знания и на следующий год прийти и написать уже диктант на максимальный балл. Вместе с тем организаторы отмечают, что осуждать участников диктанта у них нет абсолютно никаких оснований. Уровень заданий достаточно сложный. Например, нужно было правильно указать последовательность вхождения территории в российское государство, ответить, кого французы в 1812 называли «северными амурами», определить, из чего делают струны для национального инструмента тапшура. Зато с вопросом о Брестской крепости участники справились на ура. Наградили сертификатами в Сургуте всех, кто писал диктанты, и выразили надежду, что с этого момента они больше заинтересуются изучением традиций и культуры народов, проживающих в России. Там, в принципе, были вопросы нормальные, просто были некоторые вопросы сложные, мы на них не знали ответов. Но я думаю, это еще зависит от того, какие мы экзамены берем, потому что это еще и с этим связано. Я вот задаю истории, там были вопросы с историей, и для меня это было легко отвечать. Волейбольный «Газпром Югра» прошел в 1-8 финала Кубка Вызова. Это третий по значимости европейский клубный турнир. Сургутяне с легкостью обыграли в двух матчах венгерский пинзудьор. Заключительная игра прошла в нашем городе накануне. Дмитрий Круковец побывал на встрече. Первая встреча команд в Венгрии завершилась убедительной победой сургутян со счетом 3-0. Матч на площадке «Газпрома Югры» должен был решить только один вопрос. Вопрос выхода в следующий раунд Европейского Кубка Вызова. С этой задачей наши волейболисты успешно справились. Мы хотели сегодня показать наш лучший волейбол, но сделать это так далеко от дома было сложно. Сургут заслуженно победил. Мы желаем вам удачи в следующих играх. На то, чтобы победить «Газпрома Югре» понадобился всего 1 час и 3 минуты. Это лишь подчеркивает, что сегодня сургутские и венгерские клубы из разных весовых категорий. Лишь в третьей партии соперник смог набрать максимум очков за игру – 15. Первый и второй отрезки игры завершились с еще более разгромным счетом. 25-13 и 25-14 соответственно. И то, о чем мы говорили в раздевалке, чтобы не было никакой расслабленности, не дай бог, недооценки. Все-таки мы выиграли 3-0 в гостях, и должны были здесь, конечно, так же провести, так же быстро, как мы его и провели. В принципе, почти всем довольны в сегодняшней игре. За всю игру венгры в атаке набрали лишь 21 очко. К этому добавили один балл на подачу и один на блоке. С такой организацией матча делать против любой команды российской суперлиги к инзу Дьору нечего. Мы рады быть здесь, но не результату игры. Старались показать достойную игру, но мы маленькая команда и не можем выигрывать у таких сильных клубов. «Газпром Югра» проходит в 1-8 финал Европейского Кубка Вызова. Соперником здесь станет команда «Орион» из голландского Дутингхэма. Первый матч пройдет в Сургуте 17 января будущего года. С каждым этапом соперник будет все сильнее и сильнее. Таких соперников уже точно не будет. Голландцы, они вообще такие, если вы помните, мы здесь играли, да, с голландской командой. В принципе, достаточно высокий уровень. Дмитрий Круковец, Николай Сапожников, Сургут Интерновости. Две победы и третье место в турнирной таблице. Хоккейный Олимпийц 2003 успешно провел домашний тур. Сургутяне принимали сверстников из Челябинской школы имени Макарова. В первой игре наша команда дважды подряд наказала соперников за удаление, находясь в большинстве. Еще одна шайба влетела в сетку ворот гостей после успешного штрафного броска. Челябинск ответил лишь под занавес матча, забив так называемый гол престижа. Общий топ-встречи 5-1, победа Олимпийца. С дороги, сутки добираемся, сами знаете, из Челябинска. Ребята, можно сказать, провалили первую половину встречи, с второй вроде как собрались. Я думаю, что мы даже и переиграли вторую половину встречи, сыграли 1-1. Вторая встреча оказалась более упорной, но тоже победной. Все шайбы у сургутян забила первая ударная пятерка Олимпийца. Отличились Павел Леука, Эрик Данильчев и Александр Резаев. Игроки нашей команды сделали 38 бросков по воротам, гости на порядок меньше. Голкипер Антон Щебизов отыграл эту встречу на ноль. Эти две победы позволили сургутянам подняться на третью строчку в турнирной таблице. От первого места Олимпийц теперь отделяют лишь два очка. Следующие матчи наша команда проведет уже в будущем году, 6 и 7 января в Тюмени против молодежи местного Рубина. Ренессанс. Таким красивым средневековым словом охарактеризовали организаторы возрождения соревнований по автокроссу в Югре. Гонки на льду прошли в Ленторе. Их посвятили памяти Александра Рюпина, который много лет отдал автомобильному хозяйству компании «Сургутнефтегаз». Он мечтал, чтобы спорт и здоровый образ жизни для всех стали нормой, а соревнования – праздником. В этот раз в торжестве приняли участие 20 экипажей из Югры и Ямала. Сергей Коликов заснял самые зрелищные моменты, а Екатерина Любешева расскажет подробности. Многие авто выглядят так, будто их не жалко убить. К людям же подход ответственный. Обязательная экипировка и выполнение ценных указаний. «Валить как можно быстрее и безопаснее». Этого события ждали почти шесть лет. Последние ледовые гонки такого масштаба для отечественного автопрома были весной 2012-го. «Наконец собрались. Мы вчера наблюдали замечательную, приятную картину, где пилоты здоровались, были очень рады друг друга видеть. Те, кто выступал на разных этапах Кубка Югры, мы проводили ледовые гонки. Сейчас они снова встретились. Все рады. Давно-давно. Единственное, немного расстраивает, что преимущественно это старые участники. Молодника не так много. А может, оно и к лучшему, что на старте только опытные. Как бы ни сверкали медалями победители заездов, зрителям больше всего запомнилось выступление сургутянина Андрея Ивашенко. Он хоть и занял предпоследнее место, трассу проехал чуть ли не на ощупь, с открытым капотом, но не сломленный. «Нормально ехал на ощупь, на ощупь. По сторонам смотрел». «Такое не впервые уже?» «Да, такое не впервые». Не было бы счастья, если бы сургут «Нефтегаз» не помог. К тому же, с этого года гонки посвящены памяти Александра Рюбина. Он был заместителем генерального директора компании по транспорту. Специальных автодромов для гонок в регионе нет. Организаторы ищут под соревнования площадки и сами готовят их. И вот на трассе бешеный «Восквич» под номером 64. Ему уже 120 лет, а он все еще ездит. Организаторов, пилотов и зрителей гонки очень впечатлили. Если участвовать в мероприятии понравилось еще и спонсорам, то у таких соревнований есть перспективы. «Все хорошо, все красиво, все вообще на высшем уровне, нормально». «А вас результат потом интересует или главное участие?» «Главное участие, а результат, скажут, скажут результат». И сказали. В разных номинациях Сергей Грицкевич и Нурали Артыкбаев заняли третье место. Второе у Романа Грибова и Максима Удовенко. На вершине пьедестала Дмитрий Баулин и Александр Безруков. «Я думаю, это не сильно важно, чтобы победить главного участия и красиво провести гонку. До этого затихало движение. На данном этапе хотим продвигать дальше, чтобы это все работало. Интересно, увлечение». Экстремалам мало разовых ежегодных гонок. Желающих покататься несколько раз уже в эту зиму хоть отбавляй. Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. И до встречи на наших каналах. В магазине «Витапонти» новогодние скидки от 30 до 50% на все шубы, зимнюю кожу и текстиль. Сургут, ТЦ «Агора» и ТЦ «Рандеву». «Витапонти» – подари себе праздник. В новогодние каникулы 8 января встречайте в Ледовом дворце спорта. Магическое ледовое шоу для всей семьи из Санкт-Петербурга «Алиса в Зазеркалье». Билеты на сайте. Ивановский текстиль объявляет новогодний марафон скидок до 50%. Порадуйте родных и близких выгодными покупками. Улица Декабристов, 1А, напротив ТЦ «Витьба». Телефон 760-456. Профессиональные мастера из Таиланда в салоне спа-массажа «Тайрай». Не знаете, что подарить? Подарите себе и своим любимым красоту, здоровье, молодость. С любимыми не расставайтесь. С друзьями почаще встречайтесь. И праздники со вкусом отмечайте. Ресторан «Аккорд» предлагает проведение любого торжества под ключ на высшем уровне. Оформление зала в подарок и скидки при заказе банкета в будни. Ресторан «Аккорд». Звоните 33 55 00. Пусть удача и везение по гостей зайдут ко всем. И с хорошим настроением остаются нас со всем. Фиттоцентр Просковья приглашает провести зимние каникулы с пользой для здоровья. Удачный подарок для друзей и близких – подарочные сертификаты. Мы приготовили для вас новые кедровые бочки и лекарственные сборы урожая 2017 года. А также подарки каждому. Фиттоцентр Просковья, улица Республики, 78А. Запись по телефону 24 24 14. Натуральные торты от компании «Вега». Их можно купить в фирменном магазине «Золотой ключик» или заказать через интернет surgutort.ru. Торт от компании «Вега» – это «Золотой ключик» к вашему празднику. Проспект Ленина, 66,2. Торговая марка «Ринго» представляет изысканные украшения для настоящих ценителей ювелирной моды. Коллекции восхитительны и неповторимы. Блеск бриллиантов и искусная работа завораживают. Выбирайте лучшее для своих любимых. Ювелирный салон «Ринго». Шкатулка фамильных драгоценностей. Новый год – пора чудес и волшебства. Пора счастья в душе и семье. Пора подарков и исполнения желаний. Новогодние, но такие реальные цены на жилье от 1 миллиона 600 тысяч рублей и экономия на ЖКУ до 30% – в подарок от компании «Сипромстрой». Подробная информация на сайте sps.com и по телефону в Сургуте – 600 190. Компания «Сипромстрой». В Новый год, в новый дом. Яркие скидки в магазине «Адам». Минус 50% на весь ассортимент женской одежды. Платья, юбки, брюки, туники стоят наполовину меньше. Не упустите отличную возможность. Магазин «Адам». Одежда для дам. Здравствуйте. Информация о погоде на 22 декабря. В студии Алина Белявская. На погоду в югре оказывает влияние тёплый фронтальный раздел, сопровождаемый шлифом снеговых туч и усилением ветра. С ростом атмосферного давления осадков становится меньше, а температурный фон на 7-9 градусов превышает климатическую норму. Сегодня днём в Сургуте и окрестностях облачно, местами снег. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха минус 3, минус 8. В салонах обуви «Саламандр» поступление новой коллекции «Осень-зима» из Германии и Финляндии. В салонах обуви «Саламандр» грандиозная распродажа из зимней коллекции. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление состоит от 761 мм штутного столба. Хочу праздник! Хочу праздник! Праздник продолжается! В магазинах «Карапуз» вас ждут подарки и скидки, а также любимые игрушки по сказочным ценам. Сеть магазинов «Карапуз» – все лучшие детям! Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Телерадиокомпания «Сургут Интерновости» поздравляет всех с наступающим Новым годом. Ежедневно по будням включайте канал «Сургут-24» в 7 и 8 вечера. Участвуйте в удачной минуте и выигрывайте замечательные призы. Розыгрыш состоится с 1 по 29 декабря. Я желаю вам отличного настроения и до встречи!